Тайны вселенной. Мы не одни? Чипирование. Сон или явь? Когнитивное искажение. Что мы об этом знаем? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. В зале попечительского совета Казанского федерального университета прошло открытие научно-практической конференции, ключевой темой которой стало комплексное противодействие идеологии терроризма и экстремизма. В течение нескольких дней спикеры будут рассказывать про методы, инструменты и способы по нахождению ликвидации мирового зла. Федеральный инспектор Департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Привозском федеральном округе Илья Рябков поприветствовал коллег и отметил серьезность проведения подобных мероприятий. Также с приветственной речью выступил проректор по комплексной безопасности Казанского федерального университета Ришат Гузеров, который отметил важность общения с молодежью и налаживания контактов с ней. Вот в плане профилактики экстремизма среди молодежи, на самом деле, это наша непосредственная работа, потому что с молодежью нужно общаться, нужно разговаривать, нужно переубеждать. Главное, когда бывает то, что немножко затуманивается мировоззрение, может быть, есть такой молодежный максимализм в каких-то моментах, так что вот именно сейчас они хотят, чтобы все было уже прекрасно, все было идеально. Не всегда так бывает в жизни, просто нужно иметь маленький жизненный опыт. В гостинично-развлекательном комплексе «Ривьера» прошло торжественное открытие Всероссийской молодежной научной школы с международным участием актуальной проблемы магнитного резонанса его приложений. В программу вошли выступления спикеров с научно-исследовательскими докладами на темы, которые основаны на открытом в 1944 году Евгением Завойским электронном парамагнитном резонансе. Спикеры обсудили способы изучения и создания технологий, которые используются в медицинской и производственной сферах жизни. Организатором мероприятия стал Казанский федеральный университет в рамках «Недели науки» при поддержке Академии наук Республики Татарстана и Казанско-физико-технического института имени Евгения Завойского. В этом году наше мероприятие проходит как часть «Казан Science Week». Это большое количество различных мероприятий, посвященных магнитному резонансу. Собственно, это конференция «Modern Development of Magnetic Resonance», конференция «Spin Physics, Spin Chemistry» и вручение молодежной и взрослой премии Завойского. Не так давно Илон Маск начал набор добровольцев для участия в исследовании нейроимплантов. Независимая нейротехнологическая компания сообщила об одобрении клинического испытания мозговых чипов и готова приступить к разработке. О том, какое будущее у этого проекта, расскажем в следующем сюжете. В мире, где технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, с каждым днем появляется все больше изобретений, способных проникнуть в нашу голову. Ранее уже были слухи о том, что чипы поспособствуют зомбированию населения, но как скоро это наступит, все еще неизвестно. Тем не менее, попытки создания микросхемы были замечены у Илона Маска. Он объявил о начале набора добровольцев для клинических испытаний нейроимпланта. Прежде подобные исследования проводились на крысах, свиньях и обезьянах. Когда животные играли в видеоигры с помощью джойстика, устройство записывало информацию о работе нейронов. В связи с успешным проведением эксперимента, не так давно компания Neuralink сообщила об одобрении клинического испытания мозговых чипов на людях и уже сообщила о наборе персонала и участников исследования. Устройство закрепляется к черепной коробке и, соответственно, покрывается дальше обратно кожей. То есть полностью закрыто происходит операция, когда уже не торчит ничего снаружи, и это уже безопасно, потому что вы понимаете, что может быть какая-то угроза произвести микробов, вирусов, произвести снаружи, а таким образом закрыта черепная коробка, и, соответственно, кожа защищает это все дело. Целью проекта является разработка системы интерфейса между человеческим мозгом и компьютером. В процессе эксперимента участникам будут устанавливать роботизированный имплантированный интерфейс. В первом клиническом испытании исследователи проверят безопасность импланта и хирургического робота, а также оценят функциональность устройства у людей с параличом для управления внешним устройствами силой мысли. К участию в испытаниях будут допущены пациенты с квадроплегией, параличом рук и ног. Доступ к имплантации на этом этапе получат только люди старше 22 лет со своим опекуном. Также обследуемые должны были проходить другую терапию не менее года, которая по окончанию лечения не привела к положительным результатам. Стоит отметить, что при успешном завершении эксперимента с установлением нейроимплантов, люди с ограниченными возможностями, такими как паралич или ампутации, снова смогут управлять своим телом. Технология также несет потенциал помочь при лечении различных неврологических заболеваний. В целом это небольшое устройство, которое содержит в себе небольшую микросхему зарядного устройства беспроводного, то есть можно заряжать его с помощью зарядного устройства без прямого контакта, соответственно. Далее там находится сама батарея, ну и сами электроды. Электродов очень много, 1024, если я не ошибаюсь, которые уже непосредственно, грубо говоря, вшиваются в круглый мозг. Однако во всех новаторских проектах есть как плюсы, так и минусы. Во-первых, нейроимплант сможет восстанавливать или улучшать функции организма, которые были утрачены или повреждены, что может привести к существенному улучшению качества жизни для многих людей. Также в будущем это сможет расширить наши мозговые возможности, улучшить память, усилить концентрацию или даже создать интерфейс для прямого взаимодействия с компьютерной информацией. Проблема может только возникнуть во время операции. И либо при прохождении металлодетекторов, МРТ, соответственно, МРТ точно нельзя было проходить, иначе стрельнет аппарат из головы. Ну и, соответственно, физические нагрузки какие-либо тоже есть ограничения, чтобы случайно не сдвинуть аппарат, приборчик и не повредить его. Если компьютер может влиять на мозг, то есть возможность, что он будет взломан или неверно использован. Поэтому существует и риск хакерских атак или нарушений частной жизни. Несмотря на неопределенность, проект Илон Маск уже привлек большой интерес и поддержку от многих людей. Таким образом, нейроимплант — это путь к будущему, где люди с ограничениями смогут восстановить свои возможности, а население в общем сможет расширить свои способности. Кристина Отёкина, Александр Кузнецов, Универньюз. Многие ученые уже сотни лет пытаются всеми силами доказать существование жизни за пределами не только нашей планеты, но и Солнечной системы. Благодаря техническому прогрессу международная команда астрономов при анализе данных, полученных с помощью передового космического телескопа Джеймса Уэбба, обнаружила на экзопланете К2-18b некоторые химические маркеры, которые на Земле неразрывно связаны с живыми организмами. Так ли это? И правда ли, что в космосе есть кто-то, кроме нас? Расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Загадок много, наша цель их разгадывать постепенно, и человечеству, я думаю, придет в конце концов к пониманию, что же такое жизнь, как она образовалась, и, в общем-то, как ее обнаружить на других небесных телах. Когда мы думаем о том, существуют инопланетяне или нет, мы обычно представляем их на планете, похожей на Землю, которая вращается где-нибудь у далекой звезды. Мало кто задумывается о том, что они живут в самом космосе, но эта идея имеет право на жизнь. В апреле 2016 года ученые еще больше убедились в том, что ключевые элементы жизни могут появиться из простых веществ, сомнительных для жизни условиях межзвездного пространства. Так, совсем недавно международная команда астрономов, исследуя данные от передового космического телескопа Джеймса Уэбба, обнаружила на экзопланете К2-18b некоторые химические маркеры, связанные с живыми организмами. Экзопланета находится в созвездии Льва и вращается вокруг красного карлика К2-18. Эта звезда менее яркая и холодная по сравнению с Солнцем. Планета в ее системе находится ближе к ней, чем Земля, к Солнцу, чтобы получить сопоставимое количество света. Однако все эти факторы являются лишь предположениями ученых, так как подтвердить или опровергнуть эту теорию возможности на данный момент не существует. Где-то обнаружено небесное тело, экзопланета, которое подходит под описание того, что там может быть жизнь, как раз вот эти вот параметры. И используется, что она, эта планета, очень похожа по орбите движения вокруг звезды на нашу Землю. Опять-таки повторяю, что это единственный вот такой вот как бы признак, что там может существовать какая-то жизнь. Ученые пришли к выводу, что наблюдаемая экзопланета находится в обитаемой зоне своей звезды. Так называется расстояние от звезды, на котором при средней температуре на поверхности вода может находиться в жидком состоянии. Еще в 2019 году космический телескоп Хаббла обнаружил на К2-18b признаки водяного пара. Последующие наблюдения указали на то, что на поверхности этой экзопланеты не просто может присутствовать жидкая вода, а что на ней, вероятно, существуют крупные океаны. И вот теперь JWST обнаружил в атмосфере интригующие экзопланеты углекислый газ, метан и соединения, известные как диметилсульфид. Последнее особенно заинтересовало ученых, поскольку на Земле такое соединение производится только водорослями. Иными словами, телескоп Уэбба помог найти сразу несколько химических маркеров, которые мы ассоциируем с жизнью. Причем один из них, согласно нашим представлениям, не может быть создан естественным природным путем без существования известной нам формы жизни. Однако со стопроцентной вероятностью говорить о том, что жизнь, которая, возможно, населяет эту экзопланету, хотя бы немного напоминает нас, невозможно. Даже схожее с Землей небесное тело может быть населено совершенно другими организмами из-за своих собственных особенностей. Благодаря современному оборудованию, телескопы обладают возможностью проводить спектральный анализ, давая возможность ученым проводить более глубокие исследования новых небесных объектов. Ну, спектральный анализ. С помощью спектрального анализа мы с вами можем вообще-то определить, но на планете тоже такое, вот так же, планете трудно, потому что находится далеко, рядом звезда, и, в общем-то, это проблема. Но, с другой стороны, спектральный анализ — это именно тот метод, с помощью которого определяют вот эти вот вещества, которые наличествуют, допустим, в атмосфере какой-то планеты. Я больше того скажу, вот, допустим, опять-таки, последнее сообщение, что вот планета обнаружилась, и на ней как будто бы имеются вот такие вот маркеры, не говорит о том, что на этой планете есть и атмосфера. Это тоже большой вопрос. Таким образом, многие ученые на еще один шаг приблизились к изучению бескрайнего космоса. Дальнейшие исследования в этой области смогут дать более яркую картину и ответить на самый сокровенный вопрос — одни ли мы все-таки в этой вселенной. Елизавета Газизянова, Фарид Захитоглы, Универньюз. В современном и быстро меняющемся мире важно здраво мыслить и иметь свое мнение. Наш мозг — вычислительная машина, которая помогает усваивать огромное количество информации. Но даже у такого мощного процессора могут быть сбои, мешающие быстро и четко мыслить. Что такое когнитивные искажения и как с ними бороться, узнавал Николай Суховский. Мы всю жизнь пользуемся своим мозгом, который обрабатывает очень много информации. Все наши переживания, эмоции, суждения и взгляды сформированы благодаря нашему жизненному опыту. Это и делает каждого человека уникальным не только в плане внешности, но и в плане интеллекта и мышления. Однако, существуют и некоторые встроенные искажения, которые сильно влияют на восприятие мира в целом. Ученые дали этому явлению название «когнитивное искажение». Это систематическое отклонение в поведении, восприятии и мышлении человека, которое обусловлено субъективными убеждениями и стереотипами. Это ошибки, из-за которых множество людей заблуждается в чем-то и приходит к ошибочным выводам. Вообще, мы имеем свое отношение к миру, к происходящему. У нас самое первое, что происходит при восприятии, это наши установки на основе наших потребностей. Поэтому у нас есть иллюзии, у нас есть свои представления. Самые первые они рождаются. И поэтому человек, он в самом начале субъективен, потому что он воспринимает мир на основании своих установок, своих потребностей. И лишь потом, в взаимодействии с миром, у него происходит уже трансформация этих субъективных представлений. И объективность, она появляется в процессе практики и в процессе изучения научных познаний, познавательного процесса и так далее. Как же человек приходит к такому мышлению? Ученые это объясняют встроенной особенностью мозга. Ему легче воспринимать то, что уже понятно, а остальное попросту выбрасывать из памяти. Также появление когнитивных искажений связывается с переизбытком информации, которой в наше время стало слишком много. Наш мозг перестает строить логические цепочки, а просто строит выводы на основе уже готового мнения. Психологи отмечают, что это опасно как для самого человека, так и для окружающих. Когнитивные искажения оказывают негативное влияние на нашу жизнь, мешают нам строить отношения с людьми, создают препятствия на пути к высоким достижениям в разных областях науки. Можно ли как-то справиться с субъективным восприятием мира? Это, прежде всего, практика, анализ, определенное получение информации достоверной, и только потом же принятие решений. А как бороться с субъективизмом? Самое первое, надо бороться со своими эмоциональными состояниями, со своей тревожностью, со своими страстями, со своими состояниями, которые мешают объективному восприятию. А если у нас есть какое-то восприятие, и в нем что-то мешает, то мешает только субъективное восприятие, иных помех и нет. Наши мнения, мысли и чувства формируются всю жизнь. Когнитивные искажения опасны для мыслительной активности человека. Чтобы этого не допустить, нужно сформировать свое мнение на основе фактов и подтвержденной информации. Анализируйте и проверяйте свои знания. Это сделает вашу жизнь лучше, продуктивнее и безопаснее. Николай Суховский, Фарид Захитоглы, Универньюс. 27 сентября в Музее истории Казанского Федерального Университета прошла встреча с делегацией из Ирана. Проректор по внешним связям в КФУ Тимирхан Алишев рассказал гостям об основных этапах становления вуза, а также провел ознакомительную экскурсию по ключевым зданиям Казанского Федерального. Иранские коллеги подметили тонкости образовательного процесса, ознакомились со статистикой обучающихся в КФУ студентов из Ирана. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!